Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша еще раз из Брисбена с интересной темой. Сегодня что-то будет совершенно другое. Сегодня я хочу поговорить о простом, но очень интересном лайфхаке. До того, как я начну, если вам понравилось это видео или тема обсуждения, пожалуйста, зайдите мой канал, нажмите на красную кнопочку subscribe и подпишитесь на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить никакое мое другое видео. Тема будет разная, тема будет интересная. И сегодня будет тема лайфхака, как сохранить сковородку на долгое время. Многие знают, что сковородки дорогие, хорошие сковородки дорогие и, к сожалению, легко царапаются. Многие знают также, что чтобы сковородку сохранить в хорошей форме, ее не нужно перегревать. Также многие знают, что при готовлении еды нужно использовать деревянную лопатку или силиконовую лопатку, чтобы не поцарапать сковородку. Также многие знают, что сковородку лучше мыть мягкой губкой или максимум пластиковой мочалкой, но никак не железной. Это простая информация. Также я думаю, что люди знают, что после того, как сковородка помылась, высушилась, ее лучше слегка обработать маслом или подсолнечным маслом, чтобы сохранять поверхность в хорошем состоянии. Но немногие как бы думают о том, что происходит дальше. Дальше в наших кухнях не так много места. Что мы делаем? Мы открываем ящик и кладем одну сковородку на другую, скорее всего. Я не знаю, мы так делали последние 10 лет. И вдруг я обнаружил, что есть лайфхак, которым нужно поделиться, потому что это спасает жизнь сковородкам и сохраняет деньги. Что мы делаем? Сейчас я быстренько положу камеру, направлю ее на сковородки и покажу, что будет происходить. Обычно вот так вот мы хранили раньше сковородки. Как вы видите, тут 5 сковородок вместе. И каждый раз, когда вы их кладете, вы как бы поворачиваете их, вы слышите, как бы металл по металлу шкребется. И в них сковородки царапают вверх сковородки. Что же делать? Выйдите в магазин, не знаю, в Австралии буквально можно купить за Диор, покупайте пачку пластиковых или бумажных одноразовых тарелок. Вот таким вот образом. Кладете их на нижнюю сковородку и сверху кладете верхнюю. И так получается, что сковородки не царапаются. Класс, да? Ну вот и все на сегодняшний день. Если видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк. Пожалуйста, делитесь с друзьями, знакомыми, родственниками. И пишите, если что-то еще новое хочется узнать. Большой привет! Гриша из Брисбена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...